ПЕСНЯ Приветствую вас, дорогие братья и сестры, все, кто нас смотрит. С вами программа «На днях» и ее постоянный ведущий Сергей Риховский. Мы говорим о вызовах, которые стоят сегодня перед церковью, перед каждым христианином, перед нашим обществом. Мы говорим о тех актуальных проблемах, которые волнуют многих. На днях официальный представитель ФМС или же Федеральной миграционной службы сделал сенсационное заявление, которое очень сильно комментируется сейчас в средствах массовой информации, в блогосфере. Собственно говоря, была обычная, рутинная пресс-конференция, где высокопоставленный чиновник ФМС говорил о ситуации с мигрантами в Российской Федерации, в одном из субъектов Федерации. И журналист, корреспондент Би-Би-Си задал ему обычный, собственно говоря, дежурный вопрос, который задается всем, у кого берут интервью. Вопрос был очень прост. Может быть, вы хотели что-то сказать, что мы вас не спросили. И чиновник сделал следующее заявление. Он сказал о том, что на кону стоит, в принципе, будущее белой расы. Она под угрозой. И в России это вопрос весьма ощутим. Также он добавил, что не понимает иммиграционные политики Западной Европы, которые, по его мнению, естественно, поощряют иммиграцию из стран Азии и Северной Африки. В России, добавил высокопоставленный чиновник, все должно быть иначе. Тут нужно строить отношения таким образом, чтобы смешение кровей шло в правильном режиме, заявил представитель Федеральной миграционной службы. Так мы имеем дело с необычным заявлением чиновника. Как раз в год, важнейший год социальных потрясений, радикализация нашего населения. И это провокация достаточно громкая, достаточно сильная. И, конечно, руководство ФМС, естественно, видя такой поворот событий и реакцию. И, вы знаете, это было сделано заявление перед днем рождения Гитлера, перед днем рождения Ленина. Людей, которые весьма, весьма изменили 20 век. И они были весьма радикальные люди, которые радикально направляли миллионы своих соотечественников. А здесь заявление простое, расистское. Давайте беречь белую расу. Не нужно смешивать белую кровь или голубую кровь, или какую-то еще кровь. Хотя кровь имеет только один цвет, независимо от национальности. Она всегда красная. Дозировано давайте будем смешивать нации и так далее. Это звучит в стране, которая говорит о себе, что мы строим святую Русь. Русь, которой хорошо бы жилось всем. Совсем недавно при президенте Российской Федерации была сформирована комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. И высокопоставленный чиновник, он сделал заявление против этой гармонизации. Он сделал заявление в угоду чему-то другому. Он подстегнул националистические настроения среди молодежи, и не только молодежи. Но на самом деле, если говорить откровенно и честно, он сказал то, о чем многие думают. О чем многие боятся говорить вслух. О чем говорят националисты на улицах. Он сделал заявление. Собственно говоря, подобное заявление делал премьер, министр, например, Великобритания о том, что идея мультикультурного общества потерпела крах. Точно такое же заявление недавно делала канцлер Германии Ангела Меркель. И точно такое заявление практически слово в слово. Но там не шла речь о сбережении некой белой расы и о недопустимости или о дозировании смешения кровей с другими расами, с другими народами. Там было заявление тоже достаточно жесткое и вызывающее негативную реакцию. Вы знаете, вот что говорит Священное Писание. Как нам, христианам, верующим людям, слыша подобные высказывания, как нам ориентироваться в этих настроениях, в этой идеологии, когда социальная жизнь, когда может быть достаточно сложно сегодня миллионам россиян сводить концы с концами, жить достойной жизни. Многие живут ниже уровня бедности. Миллионы людей сегодня не имеют вот то, что мы называем жизнь в достатке, жизни на уровне. И, конечно, такие заявления, они разжигают страсти, низменные страсти, ненависти, вражды, ксенофобия. Я думаю, что этот человек нуждается в глубоком покаянии и осознании своей неправоты. Вот что говорит Священное Писание, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Дабы они искали Бога, ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из них. Мы им живем, мы им движемся и мы им существуем. Дорогие братья и сестры, я верю, никогда христианская церковь не станет полем брания между нациями, между людьми разного цвета кожи. Одной крови мы все. Мы все одной крови. Я верю, что христианская церковь является ответом вот этим политикам, этим чиновникам, которые эксплуатируют человеку ненавистническую идеологию, расизм и фашизм. Я верю, у нас есть ответ этому миру. Конечно, печально, что именно здесь, в России, сегодня происходят вот это такие вот какие-то странные процессы, когда в нашей стране есть удивительный опыт многовековой сосуществования разных наций и разных народов, разных этносов. Я верю, у церкви есть ответ на все. Да поможет нам Господь, стоя твердо в этой вере, проповедовать Евангелие, пусть в наших церквях, в наших храмах будет множество людей разных рас, разного цвета кожи, разных этносов. И пусть наши драгоценные братья и сестры создают семьи друг с другом, мы не боимся смешения крови, потому что наша кровь окроплена Христом, и мы омыты Христом. С вами была программа «На днях», ее постоянно ведущий Сергей Рюховский. Храни нас, Бог от идолов. Субтитры создавал DimaTorzok